Американский супер тяжеловес Джермейн Франклин пройдет следующий бой против Дэйвина Фаргаса. Бой состоится 23 мая. Бывший чемпион Эдерон Броннер следующий бой проведет с Блэйром Кобсом. Поединок состоится 7 июня в Форт Роттердейле, Флорида. Всем привет, вы на канале Воин. Без лишних слов погнали. Чемпион WBO в Перм на легчайшем весе Джонатан Гонсалес сообщил, что бой против обладателей титула IBF Сиванати Ноншинги не состоится. Бой Гонсалеса против Ноншинги должен был состояться 15 июня. Боксерам не удалось договориться об условиях поединка. Бывший чемпион Роман Гонсалес выйдет на ринг 12 июля у себя на родине в Никарагуа в поединке против Робера Барреры. Гонсалес ранее сообщал, что перешел из второго на легчайшего веса в легчайший. Планируемый на 3 августа поединок между Тимом Зю и Верджилом Ортисом станет боем за временный титул WBA в первом среднем весе. Об этом решении WBA сообщил одновременно с подтверждением того, что главным поединком этого вечера бокса между Исараилом Монтримом и Терренсом Крофордом станет для Монтримова первая защита титула WBA в первом среднем весе. Крофорд в случае победы над Монтримом должен будет в течение 5 дней определиться с тем, в каком весе он намерен сохранить свой титул WBA. Сейчас Крофорд владеет титулами WBA, WBC, WBO в полусреднем весе. Также в поединке между Монтримом и Крофордом на кону будет временный титул WBO в первом среднем весе. Это не легкий бой. Это будет очень хороший боксерский поединок-вызов для Крофорда. Так как я анализирую Модримова, я немного посмотрел, каким бойцом был я. Он обозначит свое присутствие на ринге за счет стиля рядом с твоим лицом. В отличие от меня, он будет делать это в течение всего поединка. И хотя Крофорду нужно будет сложить здесь один пазл, в отличие от боя с мной, когда таких пазлов было несколько, это будет достаточно сложная головоломка. Я не могу поверить, что этот бой будет в карте. Я не могу поверить, что Тим Цзю так быстро возвращается. Опять же, он продолжает делать то, что делал в прошлом году. У него было два или три шанса подраться с Джермелом Чарла, но этот бой так и не состоялся. Он продолжал двигаться дальше. Теперь Цзю продолжает идти дальше после поражения, которое он недавно потерпел от Фундоры. У Верджила же будет второй бой к ряду после продолжительного простоя. Это хорошее время для обоих парней. Турсамбай Кулахмед выступил на вечер бокса в Хайтоне. Он провел бой с Робертом Талареком. В четвертом раунде Кулахмед нанес Талареку мощный удар по корпусу, после которого поляк не смог подняться. Питер Фьюри дал прогноз на бой Бивол-Бетербиев. У них у обоих есть сильные стороны. Они же оба чемпионы мира. Бивол потрясающе двигается на ногах, а Бетербиев обладает невероятной силой. Это бой 50 на 50. Ничего нельзя предсказать заранее. Американский тренер Дерек Джеймс подал суд на Эрола Спенса. Иск зарегистрирован в округе Даллас, штат Техас. Тренер требует от боксера финансовую компенсацию не менее 5 миллионов долларов. Сторона Джеймса утверждает, что они обнаружили в контракте между тренером и боксером мошеннические схемы. К тому же, по словам обвинения, Спенс не рассчитался с бывшим своим тренером за последний бой против Терренса Кроуфорда, в котором Эрол потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Как утверждается, Спенс получил гарантированный гонорар за этот поединок в размере 25 миллионов долларов. А тренеру выплатил только 350 тысяч, в то время как по контракту вознаграждения Джеймса составляет 10%. У стороны Эрола своя версия. Адвокат бойца Джонатан Чилдес утверждает, что между его клиентом и авторитетным тренером нет письменных соглашений, а только устное. Энди Руиса рассказал, как Усик может победить Фьюри. Этот бой может сложиться в любую сторону. Здесь все так же, как и в поединке Дуанте Уайлдер-Жан Желей. Мне кажется, если Усик будет активен, будет выбрасывать комбинации, оставаться на ближней дистанции и делать то, что должен делать, то он должен одержать эту победу. Джерон Тедейс в очередной раз выступил с критикой в адрес Флойда Мэйвезера. По словам боксера Флойд задолжал крупную сумму и сейчас находится в Дубае, откуда не может уехать, пока не рассчитается с долгами. Он говорит всю эту чушь, но он в Дубае и не может уехать, потому что взял деньги у других ниггеров. Он взял эти деньги и не сделал то, за что ему заплатили. Чёртов ненавистник. Он должен вернуть людям эти деньги. Если я вру, скажите Мэйвезеру, чтобы вышел сейчас в эфир. Он застрял там. Глава компании «Боксинг Старс» Зия Алиев искался об исходе боя Бивол Биттербиев. Это топовый бой. Для меня это вообще 50 на 50. Потому что Биттербиев не просто панчер, он ещё и боксёр. Достаточно хороший боксёр. А у Димы Бивола очень классный стиль. У него есть хороший тайминг, у него хороший стиль. Он бить тоже умеет. Поэтому настолько сложно дать прогноз на этот бой. Я иногда склоняюсь то в одну, то в другую сторону. Но тяжело реально сказать, что кто всё-таки станет абсолютным чемпионом в этой рисовой категории. 50 на 50. Может случиться 5-0. То есть тут момент, то как попадёт Биттербиев, после этого уже будет всё ясно. То есть если Бивол сможет принять эти удары, скажем так, или не принять, точнее говоря, эти удары, всё будет зависеть от того, как они тактически выстроят свой бой. То есть насколько их хватит не подпускать Биттербиева на эту ударную позицию. Да, то есть это очень важный момент. То, как он готовится, какие спарринг-партнёры. Потому что когда бывают такие бои, сложно подбирать спарринг-партнёры. Потому что никто никогда не похож ни на кого. Да, то есть чуть-чуть по стилистике, да, но Биттербиев бьёт как конь к копытам, понимаешь. И очень сложно. Потому что я знаю, ребята ездили в Биттербиеву, достаточно такие крузера ездили. Но он их швырял просто из угла в угол. Он бьёт. И, соответственно, бивола стиль для Биттербиева тоже посложнее. То есть тогда тоже нужно подбирать правильно, спарринг-партнёры. Всё будет зависеть, опять-таки, от подготовки, от тактики, то, как тренеры в итоге выстроят всё это. Когда я уйду из бокса, даже не знаю, я дам ответ, который заставит вас задуматься. Когда я уйду из бокса, я буду готовиться ко встрече с Богом, потому что Он за мной наблюдает. Он хочет знать, как мы друг к другу относимся, помогаем ли друг другу. Поэтому это проверка, которая определяет, попадём ли мы в рай или ад, причём навечно. Эта жизнь не настоящая, она у вас внутри. Ваше тело стареет, но душа не умирает никогда. Если рай существует, то я хочу его увидеть. Бог проверяет наши отношения друг к другу. Как мы живём, чтобы принять нас на небеса. А на этом у меня всё, друзья. Оставляйте больше комментариев, подписывайтесь на канал, поддержите лайком и увидимся в следующем выпуске. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok